К.Л. Вернер. Железная преисподняя. Небо напоминало багровый кровоподтек сиренево-охряного цвета. Сквозь густые клубы пыли, загрязнявшие атмосферу, едва пробивались болезненно-желтые солнечные лучи. Идзанаги был раненым миром, покалеченным и изуродованным атакой из космоса. Воющий ветер, который вздымал облака пыли, походил на мучительный крик планеты, взывающий к безразличной вселенной и бессильному империуму. Лорд-генерал Рона Гассима протер линзы и взглянул на темные небеса. Губернатор-префект Идзанаги заверил его, что астропаты послали психический сигнал в эфир, хотя это едва ли утешало. Даже если психический крик услышали, и им был выслан вспомогательный флот, из-за превратности межзвездного путешествия в Варпе могли пройти годы, прежде чем к ним придет помощь. К этому времени от Идзанаги могло остаться лишь воспоминание. Генерал Нагасима вздохнул в противогазе, закрывающем его лицо, и комфильтры шлема превратили звук в резкий металлический хрип. Пальцы в перчатках коснулись рядов медалей на мундире, и чувство былой славы вызвало на его лице печальную улыбку. Истребление пиратов в скоплении Они, подавление восстания рабов на Теца, победа над домом-отступником Каркала и их наемниками – все эти воины он вел на дальних рубежах системы Ямато. В тех сражениях были честь и благородство, в том горниле он превратился из слабого человека из плоти и страха в воина из стали и доблести. Генерал вновь взглянул в мрачное запыленное небо. Эта война была иной. То был неудаленный уголок системы, какой-то захваченный повстанцами планетоид или заселенный пиратами астероид. Нет, война пришла на Идзанаги, сокровище системы Ямато. Его планету, его дом. Все началось неожиданно. Из варпа вылетела глыба космической скалы, которая тут же направилась прямо на Идзанаги. Население впало в панику. Все расчеты наблюдателей из дивизио-астрологику сприходили к единому неутешительному выводу. Планета обречена. Столкновение с таким огромным метеоритом неизбежно уничтожит мир вместе со всеми его обитателями. Для эвакуации было слишком мало времени, поэтому людям оставалось лишь преклонить колени пред Богом-императором в ожидании близящегося конца. От удара метеорита содрогнулась вся планета. Земные толчки ощущались на всех континентах. В атмосферу поднялись огромные тучи пыли, которые погрузили Идзанаги во мглу. И все же, казалось, император внял мольбам людей. Невероятно, но при вхождении в зону притяжения планеты космическая скала сбросила скорость. Да, она упала с силой, достаточной, чтобы оставить стометровой глубины кратер в густых лесах впадины Кази, но это был далеко не тот гибельный удар, который предсказывала загадочная наука техножрецов. Жители Идзанаги праздновали спасение, пока не ведая того, что ждало их впереди. Густые слои пыли ослепили спутниковые системы наблюдения префектуры и агрокартелей. Самолеты не могли летать из-за мелких частиц, попавших в атмосферу. Они не только быстро засоряли воздухозаборники и выхлопные системы, но и уменьшали видимость до пары метров. Лишь пройдя сотни километров, которые отделяли ближайшие поселения от места падения метеорита, экспедиции смогли достичь кратера и исследовать странную скалу. Сначала молчание экспедиции списывали на помехи в ВОКС-связи. Затем одно за другим начали умолкать поселения. Спустя неделю после падения наблюдатели принялись выдвигать предположения одно ужаснее другого. Метеорит не просто столкнулся с Идзанаги, а приземлился, направляемый неким разумом. Хуже того, похоже, техножрецы дивизио биологис знали, кто прилетел на метеорите. Они назвали объект «Булыгой», сказав, что она заразила их планету самой опасной ксеноугрозой во Вселенной. Генерал Нагасимов вздрогнул от одного лишь воспоминания о том, как в терракритовом бункере он наблюдал за техножрецами, которые препарировали один из образцов, найденных скитариями в зоне молчания. Ему и раньше приходилось видеть пикт-снимки пришельцев, читать о них в книгах, но к этому зрелищу он оказался абсолютно неподготовленным. Рон Агасима заглянул в безжизненные глаза орка. Назвать его человекообразным не поворачивался язык, да к тому же это прозвучало бы как насмешка над красотой человеческого тела. Перед ним лежало приземистое существо с четырьмя конечностями, покрытыми гротескными грудами мышц. Безобразная голова соединялась с широкими плечами коротким обрубком шеи. Кожа его походила на старый пергамент, зеленая в местах, где не почернело от плазменных выстрелов скитариев. Из пасти у него торчали огромные клыки, а по обеим сторонам обезьяньего носа находились крошечные красные глазки. Казалось, в этом толстом черепе едва ли могло найтись место хотя бы для капли мозгов, но орк был вооружен большим, собранным из хлама оружием, от одного только вида которого техножрецы чесали бритые затылки и шептали заговоры против ереси ксенотехнологий. Значит, вот какой он, их враг. Из-за невозможности орбитальной и воздушной разведки защитники Идзанаги могли отслеживать продвижение орков лишь по расширению зоны молчания. Когда поселения умолкали, они знали, что пришельцы продолжали поход. Генерал Нагасима невольно стиснул кулаки при воспоминании о долгих отвратительных неделях, когда он отслеживал по картам продвижения орков, подобный хирургу, наблюдающему за распространением злокачественной опухоли. В конце концов, офицеры СПО Идзанаги поняли схему атак пришельцев. Зная о местонахождении орков, теперь они могли точно предсказать, куда те направятся в первую очередь. Изучая карту, Нагасима решил, где они вырежут опухоль, которая угрожает его миру. Генерал соскреб налет пыли с линз и уставился на открытые всем ветрам холмы вокруг. Урожай боденфруктов был безвозвратно загублен, мертвые лозы бессильно качались на ветру. Но они, тем не менее, сослужат отличную службу для Нагасимы. Боденфрукты нуждались в тщательном соотношении высоты и тени, что привело к их разведению на небольших штучных холмах. Веситзанаги усеивали обширные плантации боденфруктов, создавая искусственные пейзажи из похожих на лабиринт долин. Именно здесь он остановит вторжение. За холмами долины Нагасима решил спрятать войска СПО. Среди холмов велась уложенная плиткой дорога, которой пользовались рабы при сборе урожаев, и она вела прямо к Ко, одному из городов Ульев и Дзанаги и ближайшей фабрики по переработке боденфруктов. Генерал улыбнулся, осматривая облюбованный участок пути. Широкий и прямой, дабы по нему могли проехать машины-сборщики, он был будто создан для бронетехники. Его инженеры заминировали отрезок дороги в 70 километров, а там, где она выходила из равнины, закопали сотни авиабомб, которые детонируют, как только по ним пройдет колонна орков. Пришельцы окажутся в западне между бомбами и минами, и тогда Нагасима прикажет войскам выйти из-за холмов и атаковать врага с обеих сторон. Ему было почти жаль глупых дикарей. Генерал обернулся и бросил взгляд на другой конец долины. Каждая ловушка нуждается в наживке, и Нагасима дал оркам прекрасный повод, чтобы идти под прикрытием холмов. На равнине выселось небольшое плоскогорье, на вершине которого раскинулся внушительных размеров комплекс техобслуживания для сборщиков боденфруктов. Комплекс по большей части состоял из пластали и ферракрита. Постройка возвышалась на пару сотен метров над равниной, заставляя казаться маленьким даже холм, на котором стояло. Вокруг этого необъятного комплекса солдаты вырыли обширную сеть окопов, натянули леса колючей проволоки, установили минные поля и противотанковые ежи. За ними в основании плоскогорья была возведена система бункерных укреплений, а на настенных платформах и крыше самого здания разместились огромные орудийные гнезда. Из пещер, выдолбленных в склонах, виднелись стволы гаубис и осадных мортир, которые лишь ждали приказ, чтобы изрыгнуть огонь и смерть. Генерал Нагасима представлял, какое впечатление холм окажет на орков. Даже своими крошечными умишками они поймут, какая устрашающая огневая мощь им противостоит, и, естественно, попытаются обойти укрепление через холмы. Откуда оркам знать, что весь комплекс не более чем иллюзия? Настоящих орудий было едва ли 5%, но в самый раз, чтобы казалось, будто стреляет вся батарея. Остальные же пушки представляли собой обыкновенные спаянные вместе обрезки труб, выкрашенные в соответствующий цвет. Большинство бункеров были тентами, развернутыми на склонах холма. Минные поля вели всего на пару метров в глубину, колючая проволока растянута лишь на небольшом участке, за которым между железными колышками висела самая обычная проволока. Многие противотанковые ежи были на самом деле сколоченными вместе деревянными брусьями, выкрашенными под железо. Символические войска разместились в укреплении лишь ради того, чтобы создавать впечатление, будто за ними стояла целая армия. Если орки пришлют сюда разведчиков, караульным предписывалось безжалостно их истребить, при этом каждый взвод должен был играть роль целой роты, а рота — батальона. И в то же время, если вражеские лазутчики подберутся к холмам, то не заметят ни следа человеческого присутствия. Генерал Нагасима улыбнулся под маской противогаза. Да, ему было почти жаль несчастных ксеносов. С приходом ночи коричневые небеса и дзанаги стали непроглядно черными, сквозь наполненный пылью мрак не могли пробиться ни лунный свет, ни сияние звезд. Каптан Гримрук Плохозуб прильнул к магнокулярам, которые в огромной лапе орка казались крошечной игрушкой. Гримрук с прищуром уставился в одну из линз и толстым пальцем неуклюже продвинул ползунок управления, встроенный в корпусе человеческого устройства. Иссеченный шрамами орк Гартанно зарычал, когда пропустил нужный режим, и с трудом унял желание бросить магнокуляры на землю и растоптать стальными подошвами. Наконец, ему удалось настроить все как надо. С активацией режима ночного видения темный мир вокруг него покрылся подрагивающими оттенками зеленого. Гримруку нравилось, как человеческое устройство превращало все в зеленое, люди, создавшие его, наверняка понимали, что ночь принадлежала оркам. Мысли каптана оборвал низкий звериный рык, спрашивающий о том, что он видел. Даже не удосужившись оглянуться, плохозуб свободной рукой просто заехал по морде говорившему. До него донесся приятный хруст хрящей и резкий крик боли, после чего вопросов больше не задавали. Он отдал парням строгий приказ держать пасти на замке, ему не хотелось, чтобы те своим трепом вспугнули людей. Гримрук уставился в магнокуляры, исследуя ощутинившиеся орудиями бастион, мотки колючей проволоки, укрепленные бункеры и сложные изгибы окопов. Орк оценивающе рыкнул, увидев артиллерию на здании. Да, мегбои точно бы нашли лучшее применение этим пушкам. Лицо орка скривилось в жестокой ухмылке, когда он заметил бредущие сквозь растяжки колючей проволоки фигурки часовых. Гримрук внимательно изучал, где именно они проходят, к чему прикасаются, а к чему нет. При необходимости плохозуб мог запоминать детали с фотографической точностью, что и не мудрено, если во время эксперимента болибои заменили тебе половину черепа. Каптан следил за солдатами, когда они вернулись в окопы, а затем исчезли в одном из бункеров. Удовлетворенно рыкнув, гримрук пихнул магнокуляры в костлявые ручонки визгата. Тощее, изможденное существо было куда меньше плохозуба, хотя обладало такой же зеленой шкурой. Там, где орк предпочитал безудержную грубую силу, визгат действовал более тонко и проворно. Ординарец Гречин принял магнокуляры гримрука и запихнул их в стальной футляр. Каптан нахмурился, и визгат поспешно отдал честь, даже прищелкнув каблуками. Тем не менее, гримрук все равно влепил ему оплюху, отчего увенчанный шипом шлем Гречина полетел в пыль. Визгат пополз за головным убором, вызвав взрыв грубого хохота со стороны наблюдавших за ним орков. Гримрук обошел своих парней, разглядывая их здоровым глазом. Второй, наряду с большей частью головы, представлял собою грубое электрическое устройство, сканирующий свет которого просто переливался в пустой глазнице. Остальная же половина морды Плохозуба была нагромождением привинченных к черепу стальных пластин. Гримрук почесал шрам, отмечавший линию между плотью и металлом. Он принял решение, от которого его лицо расплылось в садистской ухмылке. Гримрук перевел взгляд на Гобсната, одного из помощников. Гобснат со своей непроходимой глупостью идеально подходил для запланированной им диверсии. Каптан схватил ноба за полы одежды и прорычал новый приказ ему на ухо. Гобснат отвернулся от Гримрука и рыкнул банде, которая ошивалась неподалеку и прислушивалась к разговору начальников, подозвав пару дружков. Собрав команду, орк испарился во тьме в указанном плохозубом направлении. Гримрук наблюдал за их уходом с хитрым блеском в здоровом глазе, а потом потянулся к поясу, достал из-за него изорванную фуражку. Грубыми лапами он принялся распрямлять и разглаживать ее, пытаясь придать хоть какое-то подобие формы. Затем, поднявшись на все свои два с половиной метра, каптан натянул фуражку на голову. Она была до смешного маленькой, едва прикрывала макушку чудища, но размер едва ли заботил Гримрука. Фуражка таила в себе послание. На руинах Вервун-Улья он сорвал ее с воеводы людей, офицера в черном кожаном пальто, который заставлял людей сражаться и расстреливал тех, кто пытался сбежать. Гримрук улыбнулся, заметив, что его парни истолковали послание верно. Каптан наблюдал, как в его воинах просыпается жажда боя. Ему оставалось лишь направить ее в нужное русло, и его пальцы сомкнулись на рукояти огромного цепного топора. Плохозуб вжал кнопку активации и улыбнулся, когда стальные зубья оружия вздрогнули и с ревом заскрежетали по кромке топора. Гримрук резко обернулся, отчего его длинное пальто взметнулось на ветру. Он не оглядывался, чтобы посмотреть, следуют ли за ним воины. Они были лучшими командос его клана и избранными бойцами кровавых топоров. Они ничего не боялись и были готовы последовать за ним даже впасть самому горку, если бы он от них этого потребовал. Кроме того, они знали, что, попытаясь любой из них сбежать, Гримрук не перестанет их разыскивать. У каптана была очень хорошая память, еще один побочный эффект эксперимента болибоев. До колючей проволоки они добрались довольно скоро. Гримрук похвалил себя за предусмотрительность. Перед началом операции он выдал парням красные ботинки, а даже последний грот знает, что все красное быстрее. Здоровый каптан пригнулся за проволочным ограждением и осмотрел местность. Вдали он едва разглядел мерцание огней в бункерах, а кое-где тусклые алые точечки палочек лхо, которыми солдаты затягивались, чтобы хоть немного согреться. У Гримрука родилась очередная идея. Он щелкнул пальцами и визгод поспешно закопошился в многочисленных подсумках на поясе, пока не нашел то, чего хотел босс. Гримрук засунул толстую сигару в клыкастую пасть и крепко стиснул ее массивными зубами. Еще один щелчок пальцами и визгод вытянулся на кончиках пальцев, чтобы поджечь вонючую самокрутку из высушенных сквиговых сухожилий. Гримрук так крепко затянулся отравой, что даже хрюкнул. Теперь, если часовые заметят движение на периметре, то из-за мерцания сигары наверняка подумают, будто возвращается один из патрулей. Естественно, разницу в размерах между человеком и орком он не учел, что ему, каптану, до таких мелочей. Кроме того, подумал Гримрук после очередной затяжки, довольно скоро у солдат на уме будут совершенно иные заботы. Каптан уставился во тьму, где там гопсна-то и парней носит. Сейчас они должны были бы в аккурат дойти до проволоки. Заметив участок, который патрули избегали, Гримрук догадался, что гопсна-то там наверняка поджидала парочка сюрпризов. Вдали прогремел оглушительный взрыв, и ухмылка плохозуба растянулась до самых ушей. Кажется, парни гопсна-то нарвались на мины. Окопы перед орками тут же осветились розчерками выстрелов, солдаты торопливо помчались к позициям употревоженного минного поля. Тьма испарилась от свето-прожекторов и лазерных лучей. Загрохотал тяжелый болтер, на землю посыпались первые снаряды мортир и полевой артиллерии. Оказавшись в нешуточной переделке, парни гопсна-то попытались отступить, но налетели на очередные мины. Гримрук взревел, и под аккомпанемент сирены разрубил проволоку цепным топором. Каптан довольно хрюкнул, люди уже ввязались в бой с бандой гопсна-то, поэтому солдатам придется потратить кое-какое время, чтобы навести орудие в их сторону. Время, которого у них уже не осталось. Гримрук указал топором на окопы и яростно взревел, раскаляя жажду битвы взбешенных орков до кровожадного гнева. Каптан едва не забыл рассказать парням о цели всей операции. Они пришли сюда не просто убивать, воевод отребовал информацию о человеческой цитадели, разведданная, которая предстояло добыть командос. Орки позади Гримрука подняли оружие, и ночь наполнилась грохотом болтганов, стабберов и комби стрелял. Но даже рев оружия оказался заглушенным гортанным боевым кличем «Борх!», подобно сорвавшимся с цепи псам, орки ринулись на человеческие укрепления. Ближайшие бункеры открыли огонь по командос, но первые болтерные очереди прошли у них над головами, нацеленные на заранее пристреленные позиции у границы проволочных заграждений. У солдат ушло некоторое время, чтобы начать расстреливать волну пришельцев. К этому моменту десятки орков уже ворвались в окопы. Те же, кто толпился сзади, были мгновенно разорваны на куски болтерным огнем из бункеров, хотя этого едва ли было достаточно, чтобы спасти горстку солдат, оставшихся на посту. Гримрук успел запрыгнуть в окоп, когда над головой у него засвистели болтерные снаряды. К нему бросился человеческий солдат на ходу поля из винтовки. Гримрук почувствовал, как лазерный луч прошил ему руку, но рана мгновенно покрылась коркой засохшей крови от интенсивного жара. Едва обратив внимание на ранение, плохозуб ухватил солдата за форму. Человек закричал и попытался ударить орка пласталевым прикладом лазгана. Оружие бессильно отскочило от стальных пластин на лице орка. Гримрук нахмурился и отвернулся от запаниковавшего солдата, когда тот попытался снова его ударить. Каптан раздраженно бросил человека на цепной топор, и тело солдата начало подпрыгивать и дергаться на вращающихся зубьях. Гримрук бросил рассеченный труп на землю и смахнул с пальто пару капель крови. Плохозуб отвернулся от изувеченного вражеского тела и осмотрелся. Командос удалось закрепиться на некоторых участках окопов. Дно усеивали трупы, а несколько выживших солдат бежали по открытой местности к бункерам. Но чуть дальше Гримрук увидел совершенно другую картину. Хлынув из расположенных наверху бункеров и дальних окопов, пехотинцы выстроились цепью и обстреливали парней Гобсната. Хотя НОП контролировал окоп, каптан знал, что долго тот его не удержит. Гримрук указал на бункер и гневно взревел. Пару орков поняли приказ, они оставили в покое убегающих солдат и в припрыжку бросились к укреплению. Мгновение спустя остальные также прекратили кровожадную погоню и решили поддержать атаку на бункер. Каптан довольно хрюкнул. Это и отделяло его парней от остальной орды, командос понимали важность выполнения задачи, даже если из-за нее им придется покинуть бой. Гримрук щелкнул пальцами и указал на тело убитого им солдата. Визгат склонился над телом и резко сорвал с него кусок формы. Каптан подождал, пока ординарец не засунет ткань в подсумок, а затем вцепился в край стенки и с легкостью вылез из окопа. Гримрук через плечо бросил приказ Визгату, а сам заторопился к оркам, которые как раз штурмовали бункер. Визгат тихонько выругался и попытался выбраться из углубления. Естественно, мелкий гречен не особо-то старался, лучше уж подождать здесь, пока орки сами все не закончат. Бункер представлял собою довольно большое укрепление из ферракрита и пластали. У людей внутри было по крайней мере два тяжелых болтера, во время начального штурма им удалось уничтожить троих командос. Напоминание о том, что у тамошних солдат было кое-что помощнее лазганов, заметно остудило пыл орков. К тому времени, как Гримрук добрался до парней, они уже укрылись за противотанковыми ежами, высовываясь из них, лишь чтобы выпустить по бункеру пару выстрелов наугад. Запрыгнув за убогое укрытие, Плохозуб гневно зарычал на сидевших там орков. Даже отсюда он слышал выстрелы и яростные крики в дальних окопах, люди подтянули подкрепление, чтобы остановить атаку на свои позиции. Им не составит большого труда расстрелять всех до единого командос, нравится это оркам или нет. Конечно, здесь можно было здорово повеселиться, но клан Кровавых Топоров придерживался идеи, что превыше всего стоит победа в бою, а не славная гибель воном. Если они хотят раздобыть информацию и доставить ее воеводе, им нужно было двигаться, и при том быстро. Гримрук крикнул парню, сидевшему возле него. Широкоплечий командос в очках с толстыми линзами и огромной металлической канистрой за спиной обернулся и подозрительно уставился на каптана. Гримруку пришлось прикрикнуть на орка, верзилу по имени Скоршлок, и помахать кулаком перед носом, чтобы тот немедленно пошел со своей поджигой в атаку на бункер. В ответ Скоршлок показал ему средний палец. Взревев, Гримрук заорал на Скоршлока, пригрозив скорой расправой, если тот не подчинится. По виду здорового орка все еще нельзя было сказать, что слова каптана убедили его, но когда Плохозуб достал из кобуры пистолет, Скоршлок быстро поменял мнение. Командос поднял поджигу, дуло которой истекало жидким огнем и, бросив последний злобный взгляд на Гримрука, понесся к ближайшему противотанковому ежу. Оба тяжелых болтера разом принялись поливать землю вокруг бегущего орка ливнем масс реактивных снарядов. Гримрук хлопнул по плечу еще одного Командос и жестом указал бежать к бункеру с другой стороны, пока солдаты отвлеклись на Скоршлока. Парень также не горел особым желанием выбираться из но Гримрук раздраженно вытолкал орка из-за ежа и, выждав пару секунд, бросился вслед за ним. Двое орков пулей промчались по зоне обстрела и приникли к прочной стене бункера. Как только они оказались в безопасности, болтерный снаряд пробил канистру на спине Скоршлока и Командос исчез во взрыве жидкого пламени, обратившись в шатавшийся полыхающий факел. Какое-то время он продолжал стоять, но еще одна очередь повалила орка на землю. Плохозуб вытянул из-за пояса стикбомбу с деревянной ручкой, кивнув другому орку сделать то же самое. Двое орков стукнули гранатами о стену, активировав их, и затем забросили в укрепление через огневые щели для болтеров. Стены бункера не выдержали мощи взрыва и строение, полыхая, буквально обрушилось в себя. Двое орков отлетели, подобно тряпичным куклам, рухнув в десятки метров от укрепления. Грим-рук тяжело поднялся на ноги. Похоже, он сломал руку. Другому Командос повезло еще меньше, его тело висело на противотанковом еже. Какое-то время капитан глазел на мертвого орка, а затем перевел взгляд на дымящиеся обломки бункера. Да, подумал Плохозуб, с мигбоями определенно нужно поговорить насчет количества взрывчатки в стикбомбах. Грим-рук потряс головой, пытаясь избавиться от звона в ушах, и принялся искать фуражку, которую сдуло с него взрывом. Неожиданно рядом с ним возник визгод, услужливо протягивая орку потрепанный головной убор. Грим-рук вырвал ее из рук гречина и потопал к искореженному укреплению. После уничтожения цели Командос по одному вылезали из укрытий и шли к развалинам. Грим-рук протиснулся сквозь толпившихся орков, дабы первым увидеть, что осталось от бункера. Бункер лежал в руинах, из разломанных каменных блоков под безумными углами торчала погнутая арматура. Тут и там, среди кучи обломков, виднелись останки солдат. Оглядев то, что осталось от стен, Грим-рук презрительно фыркнул. Стик-бомбы разорвали их на куски, будто бумагу. Наверное, пусть все же мегбои оставят стик-гранаты такими, как они есть, но, естественно, сначала дадут знать Грим-руку. Почесав шрам, плохозуб прислушался к бою. Земля дрожала под ударами мортир, которые обстреливали окопы. Грим-рук раздраженно хрюкнул. Он многое бы отдал, чтобы добраться до тех пушек, но знал, что впереди его ждала добыча куда крупнее. Воевода непременно должен был узнать о силе укрепления. Грим-рук бросил взгляд на орков, а затем кивнул на мусор. Командос перебросили оружие за спины и принялись откапывать изувеченные тела солдат. Найдя очередной труп, зеленокожие отрывали от них куски обмундирования, после чего, без всякого почтения, отбрасывали тела пехотинцев в сторону. Вскоре плохозуб убедился, что парни раскопали из обломков всех, кого только можно было найти. На поле боя заревели сирены. Грим-рук увидел, как вдалеке его команда с под обстрелом гаубиц начали отступать к проволочным заграждениям. Прищурившись, капитан увидел причину их бегства. За орками ехала пара танков, на ходу обстреливая зеленокожих из основных орудий. С появлением бронетехники даже самые упрямые орки поняли, что окоп им точно не удержать. Грим-рука кто-то дернул за пальто. Костлявые ручки визгата были полны собранными команда с обрывками формы. Грим-рук выхватил их у гречина и внимательно осмотрел. У людей была привычка носить цвета своих банд на воротниках формы. Некоторое время назад Грим-рук понял, что если он хотел узнать о количестве солдат в каком-либо месте, судить стоило по разнообразию знаков, которые те носили на воротниках. Он отдал строгий приказ всем командос собирать края воротников убитых ими людей. Когда выжившие орки доберутся до лагеря Орды, у Грим-рука наверняка окажется целая коллекция обрывков, которую он позже изучит на досуге. Воевода определенно обрадуется, узнав, сколько у плоскогорья людей, а радость воеводы ключ к успеху, как и к жизни. Грим-рук крикнул парням отступать. Они выполнили то, зачем пришли сюда. Командос проверили на прочность человеческую защиту и собрали информацию о войсках. Именно этого и требовал от них воевода. Лорд-генерал Рона Гошима улыбнулся под маской противогаза, прочитав доклады с плоскогорья. Ночью разведчики орков попытались проникнуть на позицию. Защитники позволили пришельцам зайти достаточно далеко, чтобы увидеть само укрепление, его ложные бункеры и осадные орудия, после чего дали отступить обратно к своим. Но в докладах была одна интересная деталь. Орки срывали с убитых солдат знаки на воротниках. На Гошиму это довольно сильно удивило. Неужели дикари пытались разузнать, сколько войск находилось на плоскогорье? От такой мысли на Гошиму разобрал смех. Если пришельцы проявят смекалку, то тем самым еще сильнее поведутся на его хитрость. Генерал собрал в крепости подразделения из десятка различных полков. Если орки разгадают значение знаков различия, то наверняка подумают, что там расположилась целая армейская группа. Войска СПО из Анаги стояли на готове. Если орки собираются атаковать город Улейко, им придется пройти по равнине. Для того, чтобы избежать кажущееся неприступным плоскогорье, они будут вынуждены зайти в холмы, где солдаты на голову их разобьют. От размышлений на Гошиму отвлек разрыв снаряда. Со стороны равнины до него долетели отголоски яростной канонады. Он обернулся, услышав тревожные вокс-переговоры из коммуникационных терминалов возле командного центра. Генерал побледнел, когда понял, о чем шла речь. Орки, десятки тысяч орков, целая армия. Они хлынули на равнину океаном мотоциклов и боевых вагонов, грубо склепанных танков и грохочущих титанических стомб. Пришельцы обрушились на равнину разрушительной приливной волной. Но они не пытались обойти плоскогорье. Орки посылали по укреплению залп за залпом из грубых орудий и ракетных установок, уничтожая ложные укрепления генерала Нагашимы, превращая в пыль напускную неприступность бастиона. Генерал Нагашима наблюдал, как в пыльное небо над плоскогорьем поднимаются клубы пыли. Его охватил ужас. Это невозможно. Все пошло наперекосяк. Орки не могли знать, что бастион был всего лишь уловкой. Он все сделал для того, чтобы зеленокожие подумали, будто плоскогорье представляло собою крепость с огромным гарнизоном из СПО из Анаги. Орки проглотили наживку. По всем законам логики, по пути к городу Улью им следовало обойти крепость под прикрытием холмов. Вместо этого орки пошли прямиком к плоскогорью, невзирая на то, что именно здесь Нагашима сконцентрировал свои войска. Вместо или из-за этого? От столь тошнотворной мысли колени Нагашимы подкосились. Потрясенный генерал рухнул в кресло, его голова упала на грудь. Орки не были людьми. С его стороны было непростительной глупостью ожидать от ксеносов человеческого поведения. Они повелись на его обман, посчитав, что именно на плоскогорье генерал и сконцентрировал свои войска. Но вместо того, чтобы испугаться, орки решили испытать на прочность воображаемую позицию. Орки, неделями опустошая изолированные поселения, жаждали настоящей драки и поэтому даже не пытались избежать крепости. Они ринулись прямо на нее, желая утолить свою ярость. Генерал Нагашима слушал, как в вокс-установках постепенно затихали паникующие голоса, когда чужаки штурмом брали укрепление. Офицеры Нагашимы уже выкрикивали приказы штабистам, пытаясь вывести солдат из окопов. Слишком поздно. Войска на плоскогорье было не спасти. Когда орки покончат сложным укреплением Нагашимы, их не будет уже ничего отделять от миллиарда жителей Ко. Ничего, кроме сожаления и стыда генерала, который подвел их.